Добрый вечер. В эфире программа «Экспертное мнение». В студии сегодня для вас работают Максим Кирьязов и я, Дина Королёва. А сегодня мы обсуждаем одну из самых актуальных тем для Приднестровья – это изменения в медицине. Ну и о футболе тоже поговорим. Тираспольский шериф уже в Испании и готовится продолжить борьбу за выход из группы Лиги Европы. Что и как изменится в наших больницах, поликлиниках и ФАПах на селе? Вопрос, который волнует всех, его задают, о нем дискутируют и дискутируют, в основном предполагая, для чего, зачем и что на самом-то деле означает оптимизация здравоохранения. Об этом говорили и на Большом совещании у президента. С нами на связи Сергей Чабан, председатель профильного комитета Верховного Совета. Он участвовал в дискуссии и сейчас нам все расскажет. Сергей Федорович, добавим, что врач и, собственно говоря, знает медицину нашу изнутри. Сергей Федорович, оптимизация системы здравоохранения для нас, для обычных граждан, для пациентов, ну, звучит, скажем так, загадочно. А для тех, кто в теме, что это означает, оптимизация? Надо понимать, что принято решение по оптимизации, как один из процессов поиска наилучшего решения. Потому что все понимаем, что в таком виде здравоохранение, к сожалению, не может уже находиться. Это вот советский период закончился. Естественно, мы содержали все наши, нашу инфраструктуру. Но пришло время, когда необходимо искать такой путь, оптимизироваться, пускай умеренно сделать первый шаг, для того, чтобы улучшить ситуацию здравоохранения, как с кадровым обеспечением, так и с, скажем, с процессом оказания медицинской помощи нашим гражданам. При оптимальном варианте что поменяется в итоге? Вы знаете, у нас дефицит кадров, низкий уровень оплаты труда, это нужно признать. И есть и возмущения со стороны граждан, естественно. Но я могу позже остановиться или сейчас о том, что даже в такой системе у нас не все плохо. С доступностью, с возможностью оказания медицинской помощи, с скорой помощью, с стационарным лечением наших граждан. Но анализируя ситуацию у нас в других государствах, те реформы, которые были проведены в других государствах, мы вынуждены и обязаны это сделать только для улучшения ситуации. Хорошо. Сергей Федорович, Минздрав говорит о трехуровневой модели оказания услуг, в которой первичное звено будет усилено. Что это означает для системы и конкретно для пациентов? За последние годы мы можем отметить, что уделено большое внимание системе здравоохранения в части улучшения инфраструктуры, в части обеспечения медицинским оборудованием, в части обеспечения скорыми медицинскими каретами, скажем, машинами скорой помощи. И для первичного звена ничего не изменяется, потому что ФАПы у нас ремонтировались и будут ремонтироваться, СФА будут ремонтироваться, в больницы будут вкладываться. Я бы хотел остановиться на тех моментах, где мы экономически, нецелесообразно используем наш тот фонд в системе здравоохранения. Мы понимаем, что дефицит кадров в пределах 150 врачей, также дефицит кадров средним медицинским персоналом, но при этом мы содержим непомерное количество на пространстве СНГ, на 10 тысяч населения, самое больше коечного фонда. Это у нас получается? У нас, да. Я вам приведу один пример. Ну, в некоторых государствах на пространстве СНГ коечный фонд там в пределах 50-51 на 10 тысяч населения. У нас свыше 90. А использование коечного фонда только на 53%. Что мы принимаем за решение? Содержим в таком виде дальше или все-таки принимаем решение? Тот коечный фонд, который не используется, действительно оптимизировать. Никто не закрывает больницы, как сегодня утверждают в обществе. Никто не ограничивает медицинскую помощь на первичном звене. В том числе и в стационаре просто умеренная централизация. Скажите, пожалуйста, а есть подсчеты какие-то, во сколько обходится содержание одного коего места? Пустующего. Дело в том, что мы не можем точно сказать, потому что содержание терапевтической, кардиологической, хирургической койки – это разный уровень содержания, оплаты и в том числе обеспечения. Проблема в другом. Проблема в том, что на ту койку мы должны содержать не только штат, не только отапливать, не только освещение. Мы должны покупать оборудование, в том числе лабораторное. И если говорить о том, что, даю один пример, лабораторное оборудование, которое должно провести 100 анализов в день, оно проводит 10, например, оно эффективно, когда проводит 100 анализов. А с учетом того, что койка используется только, то отделение используется только на 50-53%, то это оборудование тоже половину используется. Соответственно, мы вынуждены содержать это, но это неэффективно, нецелесообразно. И поэтому я еще раз говорю, умеренная централизация только улучшит и сэкономит нам бюджетные средства, которые предполагаются, которые обсуждаются, считаются сейчас в Минздраве, направить все-таки на повышение уровня оплаты труда. Сергей Федорович, есть ли прямая связь между сокращением коечного фонда и появлением нового медицинского оборудования для наших больниц? Мы каждый год, с учетом того, что предприятие платит 1% с налога на доходы, и эти целевые деньги утверждаются в бюджете, каждый год практически выделяем в пределах 40 миллионов на оснащение медицинским оборудованием. За эти годы более 200 миллионов рублей были потрачены именно на эти цели. Поэтому оно и будет оснащаться. Просто мы говорили о том, что первичный уровень, если говорить о районных больницах, второй уровень Бендеры, Рыбница, где будет централизация с тех районов. А третий уровень, это, конечно, наши республиканские больницы, где есть более оснащенные медицинские оборудования и лечебные учреждения. Ну, к примеру, онкопатология, мы можем лечить только на третьем уровне с учетом химиотерапии и так далее, где есть подготовленные специалисты, где есть соответствующее оборудование. И, скажем, по родовскому жению, третий уровень, наш центр матери и ребенка. Если есть патология определенная при беременности, там есть четкие показания, скажем, ну, двойня, многоплодная беременность. Роды только на третьем уровне, где есть оборудование, потому что есть риски, которые могут возникнуть во время родов. Я могу еще один пример привести, который, на мой взгляд, является показательным, но у нас получается, что многие не понимают это в силу того, что вот хочется, например, содержать роддом в районе, где за год принимаются чуть более 70 родов. По рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения, еще буквально 5 лет назад это было, если менее 300 родов, роддом подлежит закрытию. Сегодня рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения показывают нам, что предлагается, что если менее 500 родов в год, то роддом подлежит закрытию. И вы знаете, если бы даже у нас текла нефтяная труба, и у нас были возможности содержать, не по экономическим соображениям и не экономическая целесообразность диктует нам необходимость такие роддомы, в принципе, не содержать. А то, что с временем, когда у нас там есть дежурные врачи, мы содержим штат, ну пусть даже у нас были пеки, но с учетом того, что он может попасть на несколько смен, а там не будет родов, считается, что наука доказывает, что теряется квалификация. И рано или поздно там возникают осложнения. А рожениц довезти успеют из глубинки в город? Вы знаете, вот в Дубосарах мы содержим роддом, но за последние два года не было родов, да? Не будем говорить о причинах. Не было проблем. В роддоме в Днестровске был закрыт роддом. Были проблемы там в части родовспоможения. Но сегодня у нас нет проблем. И надо отметить, что с бюджета закуплено новых 19 машин скорой помощи. Спасибо компании «Шрифт» тоже помогла нашему государству медицине. Закупила 20 машин скорой помощи. Если надо будет усилить, и мы обсуждали это с Минздравом, в том числе на совещаниях, что если будет необходимость рассматривать вопрос об усилении, то надо принимать такие решения. Но я еще раз говорю, что это лучше для наших граждан. Потому что это более безопасно, это более квалифицированные врачи принимают роды. В таких центрах, где роды в большем количестве. Опыт, практика, обучение и так далее. У меня вопрос следующего характера. А вот сейчас у нас закуплено очень много оборудования. Вы сами об этом говорили. При оптимизации произойдет какое-то его перемещение? Что-что изменится? Я не вижу в этом необходимости. Если взять мое мнение, естественно, это функционал Минздрава. Но нет необходимости в перемещении сегодня оборудования. С учетом того, что предполагается, что в Рыбнице, это будет центр второго уровня в Бендерах, данные больницы оснащены. Никто не будет брать оборудование с иных лечебных учреждений. Речь идет о том, что может эти центры усилить и первичное звено усилить. Вы знаете, на первичном звене у нас есть поручение президента разработать программу. Мы работаем с Минздравом на путь, направленный президентом в ближайший месяц-полтора. И предполагается усилить первичное звено, в том числе и врачами семейными. У нас сегодня они выпускаются как врач общей практики. Там четкий есть стандарт обеспечения кабинета такого семейного врача. У него более широкие полномочия, более широкий функционал. Поэтому я думаю, что там надо усилить. А практика и опыт показывают, что при усилении первичного звена даже количество вызовов скорой помощи уменьшается до 50%. От риски до 50%. Поэтому если нам удастся идти по такому пути, то я думаю, что это будет положительный момент. То есть если оказывается квалифицированная помощь на начальном этапе, грубо говоря, ну я не знаю, у меня там насморк, простуда, и если мне вовремя и квалифицированно оказали помощь, то дальше я, извините, не загремлю с тем же гейморитом в больницу. Я правильно все пересказала? В том числе это, и это у нас делается, имеется в виду, например, в большей части, скажем, не пропустить онкопатологию до третьей стадии, когда впервые ее выявляют, например, а обнаружить ее на первом уровне. И в некоторых государствах за это первичное звено получает доплату. То есть если обнаружить в первой стадии. Это намного дешевле для здравоохранения. Это не требуется длительного лечения. Поэтому такие моменты, ну это чисто медицинские, можно останавливаться на них. Это десятки случаев, которые... Не случайно в направлении, где положительный момент, моменты при усилении первичного звена. Сергей Федорович, годами мы слышим фразу, в медицине не хватает кадров. Оптимизация системы здравоохранения как-то поможет решить эту проблему? Все понимают и все имеют желание. И есть поручение изыскать все возможности. Пускай на первом этапе не столь много нам удастся, на мой взгляд. Но тем не менее уровень оплаты труда и есть там мотивация для медицинских работников и, соответственно, пополнение кадров. И я приводил один пример на совещание о том, что как в советское время, так и в постсоветское время студенты, заканчившие медицинские наши институты, университеты не очень желали пойти в офтизиатрию. То есть там, в больницах, где лечат туберкулез. И у нас была такая ситуация, не только у нас. И вот мы приняли такое решение по предложению правительства, долго обсуждали, потому что это сложное было решение у нас, чтобы в этой отрасли, с учетом ситуации уже очень сложной, которая сложилась с кадровым потенциалом, повысить заработную плату. Я могу ответственно заявить и сказать, что сегодня там нет проблем. Наши интерны желали туда работать. Лучшие. Но вы понимаете, что там лечение больного до полугода. И так далее, и так далее. Не будем останавливаться на сложность этой профессии. Интересной профессии. Но это сложная профессия. И сегодня нет проблем. Так вот, на что нацелены наши решения? Сэкономить бюджетные средства, централизовать, улучшить, повысить зарплату и решить в том числе и кадровый вопрос. Будем надеяться, что это все-таки удастся. Спасибо вам большое за то, что вышли на связь и за то, что доступные просто объяснили эту формулу оптимизации здравоохранения. Спасибо вам большое. Да, у нас на связи был Сергей Чабан, председатель комитета Верховного совета по социальной политике, здравоохранению и труду. Шериф завтра проведет матч с Реалсо с Едадом в Лиге Европы. Команда уже в Испании. И для продолжения борьбы в Лиге Европы им нужно набирать очки. Да, с нами на связи футбольный эксперт и бывший сотрудник футбольного клуба Шериф Василий Князюк. Он точно знает, как завтра играть в желто-черном для того, чтобы результат был положительным. Василий, добрый вечер. Добрый вечер. Вы, как никто другой, знаете успехи Шерифа и предыдущие, и нынешние. Наверняка следите и за Реалом Соседат. Испанцы в этом сезоне достаточно много забивают и достаточно много пропускают. А Шериф завтра сможет сыграть в атакующий футбол? Я думаю, Шерифа вынужден будет играть в атакующий. Не столько в атакующий футбол, сколько в тот футбол, который принесет результат. Потому что, ну, мы же понимаем силу испанцев, мы понимаем проблемы Шерифа из-за удаления, из-за травм. Но это те проблемы, которые преследует любой футбольный клуб во все времена. Я приведу пример. Команда, в которой я работаю, первый год играет в высшей лиге чемпионата Беларуси и борется за выживание. И буквально четыре дня назад мы играли с лидером первенства, где лучший бомбардир забил 20 мячей, а у меня вся команда забила 15. Ничего, мы ничего им не дали создать на выезде. Сами создали три момента и выиграли. Поэтому, принимая во внимание все текущие проблемы Шерифа, принимая во внимание, что буду им играть на стадионе, но один из топ стадионов Испании по болельщикам, там погонят вперед ребят, съедат. Я думаю, что если Шериф сыграет свою игру, а Шериф как-то умеет волшебно собираться на матчи Еврокубков, при этом теряя очки дома с не самыми рейтинговыми соперниками, то я думаю, рассчитывать на что-то можно. Василий, вот вы сказали и привели в пример собственную команду, что на выезде удалось сыграть, ничего не создали ваши соперники. В принципе, бытует мнение, что Шериф гораздо увереннее играет именно на выезде, чем дома. Вот вы с этим согласны? Классная команда должна играть везде хорошо, но если проводить параллели с прошлым сезоном, ну это была очень резонансная победа в Мадриде, а дома-то уже все знали, как Шериф выглядит. Но с другой стороны, на пути евроотбора, одном и втором, сколько Шериф набрал очков на выезде? Ну, я не против, если Шериф завтра на выезде сыграет лучше. Никто из болельщиков не против. Но просто сейчас пришло такое время, когда надо брать очки, и там уже не смотреть на вы... Ну и что, что на выезде? Играть же все равно надо, и команда готовилась. Поэтому для болельщика, для любителя статистики, для них, да, для них есть разница. А для клуба, который решает какую-то задачу, причем в скоротечном турнире, это не чемпионат, длинная дистанция. Тут каждый матч надо цепляться и биться. Да, у Шерифа в этом октябре очень напряженный график, давно такого не было, может быть, даже никогда. Девять матчей и насыщенная география. Сперва полетят в Сан-Себастьян, потом поедут в молдавский городок Дроки, наверное, вы слышали про такой, и потом выезд в Манчестер. Как готовить команду в таком напряженном ритме? Да нормально готовить. Дело в том, что тренерский штаб же и футболисты этого хотели, во-первых. Во-вторых, что касается напряженного графика, я прошу прощения у болельщиков Шерифа за такие дальние аналогии. Но тот сезон, когда команда Андрея Сосницкого выходила в Лигу Европы, мы там провели, по-моему, то ли 54, то ли 56 официальных матчей. Зима, весна Лига Европы. Еще Кубок Сотруженского было, да? То есть, да, там тоже было очень сложно, и был наигрыш, и нужна была длинная скамейка, и тоже были травмы, и тоже были дисквалификации. Но никто не нарекал, мы этого хотели. Да, трудно. Да, трудно. Но вы знаете, если сказать футболисту, который не участвует в турнире, что давай ты сегодня сыграешь в Сан-Себастьяне, а потом в Манчестере, он не то, что в Дроки, он в Минск прибежит. Поэтому есть понимание того, что квалифицированный тренерский штаб и возможности шерифа восстановления игроков, в общем-то, ну, это залог того правильного восстановления, залог того, что у команды все получится. Ну да, перелеты. Но, насколько я вижу со стороны, во все времена в шерифе с этим проблем не было. Медики работают те же, что и работали 10 лет назад, еще и усилились. То есть, ну, то есть, тренеры подведут. Я не переживаю за перелеты, за что-то. То есть, если какой-то один футболист, может, где-то и выпадет. Но, в целом, команда подготовленная, команда готовилась к сезону, команда ставила себе целью играть в Еврокубках и понимала, что... Так это еще хорошо, что Манчестер, что не Казахстан и что не Фарерские острова. Ну, в принципе, как бы, мы не слышали, чтобы наши футболисты как-то жаловались на какую-то усталость. Наоборот, после каждого матча, если у них спрашивают, они говорят о том, что да, они готовы, да, они настраиваются, да, команда всеми силами стемится. В наших глазах, тех, кто не привык к таким нагрузкам, нам это кажется чем-то, чем-то. А приехать в Манчестер и выйти на стадион и услышать это красивое пение английских болельщиков, сыграть на шикарном газоне, для кого-то это вверх карьеры. Поэтому футболисты, по-моему, для них это дополнительный стимул проявить себя во всей красе и в Сан-Себастьяне, и в Манчестере, заработать денег, получить лучший контракт. Ну, по-моему, это стимул. Я в этой связи больше переживаю за матч в Молдове, чем за матч в Молдове. Я хотела задать следующий вопрос. Вот главный тренер Степан Томас после прошлой игры сказал, что задумываются о третьем месте в группе, которая дает право сыграть в Лиге конференций. Ну, как-то немножечко так, знаете, как-то стало лично мнение по себе, а не слишком ли рано? Ведь на самом-то деле борьба еще продолжается, и можно ведь еще побороться, как вы считаете, в Лиге Европы за продолжение участия именно в этом турнире? Ну, не хотелось бы обсуждать слова тренера, который знает команду изнутри, видит и понимает ее проблемы. Конечно, всем хочется продолжить борьбу, и пока шансы есть, эти шансы нужно играть. И, ну, наверное, болельщику такое слушать неприятно. Но признаюсь честно, знаете, как-то было немножечко не по себе. Может, это трудности перевода. Он по-русски говорил. Все лучше и лучше. Я не смотрел пресс-конференцию, я не могу сказать, я верю вам на слово. Ну, наверное, да, не самая лучшая фраза, и, может, тренер что-то хотел сказать, что в любом случае мы займем. Не знаю, не хочу комментировать. Пока шансы есть, давайте играть. Давайте послушаем, что он скажет завтра после пресс-конференции, и забудем предыдущую, и будем радоваться. Хотелось бы, чтобы было так. Да, Василий, вы работали аналитиком в разных клубах. Расскажите, насколько точечно изучают перед матчем такого соперника? Вроде бы, ну, все известно про Манчестер Юнайтед, очень много известно про Реал Соседат, но все равно изучение идет. Насколько активно и насколько предметно к этому подходят тренеры? Нет мелочей. Нет мелочей, и буквально любая информация, всякая имеет значение и порой решающая. Поэтому, конечно, тренеры собирают максимум информации, не ограничиваясь просмотром матчей будущего соперника. Я приведу два понятных примера. Как бы, да, много где работал, но объяснять там про чемпионат Беларуси не стоит. А вот из практики в Шерифе вот два примера, которые Владислава Стоянова все помнят, да? Про Таря. Который потом перешел в Лудогориц, и мы с ним продолжили работу. И отбил два пенальти от Криштиана Роналду, да? Один. Один, по-моему. Один пенальти, два пенальти в одном матче. В одном случае он знал, куда прыгать. А во втором случае я говорю, Влад, что ты делаешь? Он говорит, я думал, он поменяет. Я говорю, да не поменяет. Криштиану Роналду, обратите внимание, если вратарь начинает гадать, он забивает там 80-90% голов, только если промажет. Если вратарь стоит по удару, 57 или 61%. Если Криштиану Роналду, у него очень плохой процент ударов, если вратарь не гадает. Тут стоит по удару, и все. Раз. И второй момент. Памятный матч с Динамо-Загреб. Мы готовимся к игре, мы понимаем, что там команда намного дороже Шерифа, намного сильнее по именам. И вы в отборе прошли Динамо-Тирану, они играли в отборе, и тогда было такое правило, что за три желтых карточки в отборе пропуск матч. Сейчас там две, там каждая четная. Тогда было три. И мы обнаружим, что у основного защитника две карточки. Начинаем смотреть, за что. Дисциплинарные. Начинаем смотреть минувший сезон. Восемь или девять карточек, из них практически все дисциплинарные. За откидку мяча, за споры с судьями, за что угодно, но только не за футбол. И на установке доносим это до футболистов, что кто против него играть на этом фланге будет, вы там покусайте его, мы разменяем желтую карточку на желтую, он дома не сыграет. Хорошо, хорошо. А парень оказался универсал. И парень вышел в Тирасполе играть на другом фланге. Помните, да, как между ушей момента нам забили гол сразу и очень спокойно играл Загреб. А на том фланге, где он должен был играть, Огнин врань уж бился, бился, разозлил парня. И тот в какой-то момент нервы не сдержали. И прямое удаление. Помогло это Шерифу в этом матче или нет? Возвращаясь к теме Криштиану Роналду и пенальти, Максиму Ковалью, вратарю Шерифу, в Кишиневе нужно было стоять до конца, а не заваливаться, да? Ваш экспертный. Вы знаете, что, опять же, я знаю тренера вратарей, я о нем очень хорошо наслышан, как бы, да. Я думаю, что Максим Коваль знал. И надо знать Криштиану Роналду. То есть, там же ж любое движение, там же ж серьезнейшее волнение. В принципе, ну, как бы, есть такое правило, ну, аналитики все знают его, вот просто знают. Если ты не знаешь, как бьет футболист, стой по удару. Если футболист бьет по вратарю, если он смотрит куда, ну, это будет удар не сильный в любом случае. Это должен быть выверенный точнейший удар. Или ты парируешь этот удар, или он тебя забьет в уголок, или он попадет в штангу, что, скорее всего. Это такой футбольный закон, который знает, ну, поэтому... Я бы не хотел Максима как-то там винить или что-то говорить. Наверняка он знал. Но против него Криштиану Роналду тоже ж не крестьянин с тяпкой. Это, ну, лучший футболист последнего десятилетия наряду с Месси и человек, который, ну... Он переиграл. Он переиграл. Но если отвлечься от того, что перед тобой Криштиану Роналду, а перед тобой просто футболист, который должен сделать свою работу, стой, ничего с тобой не сделается. Замечательное сравнение. Сейчас у вас проскользнуло по поводу Криштиану Роналду. Простите, пожалуйста. Криштиану с тяпкой. Да, Криштиану с тяпкой. Это просто замечательно. Давайте вернемся. Вы упоминали про атмосферу стадиона в Сан-Себастьяне. Я дважды слышал про эту атмосферу и от очень уважаемых людей. А потом мы с Минским Динамо приезжаем играть в 2015 году Вильяреал. И с пресс-службой общаемся друг с другом. И мои коллеги говорят, что, ну, минчане, друзья, что вот вы играете с Барселоны, с Реалом, такие топ-клубы, конечно, вы мужаете, такие шикарные стадионы, душа футбола. И вдруг коллеги с Вильяреалом говорят, нет, топ-клубы у них топ-болельщики. Особенно у Реала. То есть это белые воротнички, это все такие ай-яй-яй-яй-яй-яй. То, что шумовая поддержка там, да. А душа футбола, это, говорит, ну, езжайте в Бильбао, езжайте в Сан-Себастьян. Вот там душа футбола. Вот там, говорит, болельщик натурально прибивает. То, что громко кричат на стадионах, они, говорит, по всему миру кричат. А вот там прибивает. Ну, вы знаете, Василий, туда поехали и наши болельщики. И будем надеяться, что наши болельщики окажут достойную поддержку нашим футболистам. Спасибо вам большое. Смотри, Олег, было слышно и очень хорошо. Да, ну, тогда забудем про то, что там были полупустые стадионы из-за пандемии. Но, тем не менее, было слышно хорошо. Спасибо вам большое за сегодняшнюю дискуссию. Давайте завтра после матча, наверное, будем с хорошим настроением и пожелаем команде и всем болельщикам. Добро, оно не пропадает. Направляем лучи добра в шериф. Да, напоминаем завтрашний матч в 10 вечера по нашему времени. Сан-Себастьян, стадион Аннаэта, Реал Соседат, шериф. Повторимся нашей команде. Завтра нужно набирать очки для того, чтобы и дальше претендовать на выход из группы. Ну что же, это была программа «Экспертное мнение». Сразу же после нас смотрите новости на ТСВ. Все самое главное за прошедший день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова